Лучше всех играешь, больше всех работаешь. 17 лучших российских волейболистов в этом году отдохнут еще не скоро. Не успел подойти к концу чемпионат страны, а игроки сборной уже готовятся к матчам мировой лиги. Команда забралась в полном составе неделю назад, но полноценно тренироваться постоянно что-то мешало. Время свободного сейчас не так много, поскольку в эту неделю мы ездили на медкомиссии, в посольство Америки были, то есть там по полдня проходили эти все мероприятия, которые, наверное, должны были пройти. Теперь, слава богу, не закончились, потому что мы очень много простояли в пробках за это время. Теперь будем спокойно готовиться. Первый матч против грозного соперника сборная США россияне проведут уже на следующей неделе. Ну, как бы отдохнули немножко после чемпионата, усталости нет никакой вроде. Но такой выносливостью могут похвастаться далеко не все. Единственному легионеру сборной, не считая Юрия Бережко, который только со следующего сезона будет играть в Италии, Павлу Абрамову итальянские врачи поставили синдром перегрузки. Но от выступлений за сборную игрок польского клуба отказываться не стал. Была моя инициатива поехать в сборную, поэтому я думаю, что собралась хорошая команда и надеюсь, что будет хорошая атмосфера в команде и удачное выступление. В нынешней сборной много дебютантов – Мусырский или иных Бирюков, Будько, Комаров, Красиков. Эти волейболисты либо вообще не играли на таком серьезном уровне, либо имеют минимальный опыт участия в подобных турнирах. Не досчиталась команда Баньоли своих многолетних лидеров – Алексея Вербова, Сергея Тетюхина, Александра Косарева. Не сможет помочь сборной и игрок казанского «Зенита» Алексей Черемисин. Его отстранили от участия в тренировках из-за найденного в организме спортсмена марихуаны. Очень жаль, потому что я знаю Леху достаточно хорошо, мы играли вместе. Это было давно, мы играли вместе еще в низших дивизионах. И я смотрел финал Кубка России, и он никогда не играл так сильно, как играл в этом сезоне, как играл сейчас. Из-за истории с марихуаной в сборной России осталось всего два диагональных. Нет особого выбора у Даниэля Баньоли и на позиции Либера. У нас в команде много игроков, настроенных на игру, с хорошей мотивацией. Да, пришлось поменять несколько лидеров команды, и времени на подготовку осталось немного. Уже на следующей неделе мы начинаем играть, но думаю, что для начала нам хватит того времени, которое есть. Мы будем расти во время соревнований.